Всем привет, с вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать LED Shield для ESP32. Поехали! А спонсором данного видео является компания GLCPCB. За свою практику я сделал много различных проектов и для каждого из них нужны были печатные платы. И в этом мне всегда помогал сервис GLCPCB, потому что они делают действительно качественные платы, тем более что заказать изготовление печатных плат можно в два клика. А быстрое изготовление и доставка помогут вашему проекту в скором развитии. Вот такие интересные платы. Эти платы предназначены для того, чтобы сделать OLED Shield для платы ESP32. Ну что ж, будем собирать. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Что в результате получилось? Здесь у нас все собрано, мы подключили к плате ESP32, подключен аккумулятор и подключен дисплей. Дисплей я припаял, потому что тот разъем, который у меня был, он оказался неподходящим, поэтому я принял решение припаять дисплей. Так, мы вот сюда устанавливаем аккумулятор, он устанавливается довольно туговато, но если постараться, то помещается. Так, сверху устанавливаем нашу плату, вот таким образом, вот так это все выглядит. Прикручиваем при помощи пластиковых винтиков, вот и все, наша конструкция держится довольно крепко и надежно. Единственное, аккумулятор чуть толстоватый и поэтому здесь небольшая щель образовалась. Сам дисплей я закреплю при помощи двухстороннего скотча. Для этого я буду использовать вот такой толстый прозрачный двухсторонний скотч. Вот таким образом дисплей закреплен, защитную пленочку можно при желании снять, можно оставить. Это уже как вы захотите. Я саму пленку, скорее всего, оставлю, но сниму вот эту вот полосочку, которой ее можно держать. Пока что так будет. Может потом позже поменяю защитное стекло и поставлю нормальное. Сам шлейф желательно как-то вот так закрепить, согнуть, чтобы он был здесь вот в таком согнутом состоянии и никуда не мешал. Итак, включаем. Здесь у нас небольшой выключатель. Дисплей включается и у нас здесь тестовое меню. Нажимаем кнопочки. Переход по меню происходит. Это такое тестовое меню, можно что-нибудь нажать. Ну вот, выбрано меню. Итак, кнопки у нас работают. Аппарат работает и можно что-нибудь с ним сделать интересное. Давайте сейчас сюда прошьем тестовый скетч. Кстати, при подключении к компьютеру автоматически происходит заряд аккумулятора. Я не знаю, там видно будет или нет. Пытаюсь как-то так повернуть. Но там горит красный светодиод. Это идет заряд аккумулятора. Давайте сейчас перейдем к компьютеру и прошьем какой-нибудь тестовый скетч. Рассмотрим схему устройства. Сам шилд состоит в основном из обвязки, необходимой для работы дисплея. Это преобразователь на 12 вольт, а также обвязка из необходимых резисторов и конденсаторов. Также установлен разъем для работы с microSD-картой, а также несколько кнопок, которые могут выполнять какое-то функциональное действие. Кнопка Reset и кнопка включения. Также два разъема под аккумулятор и подключение к плате. Все остальное предназначено для того, чтобы можно было как-то разобраться, куда, что и как подключается. Вот в принципе и вся схема. То есть шилд довольно простой. Конечно, с этим дисплеем есть несколько нюансов по его работе. Но так или иначе, после сборки все нормально заработал с обычной библиотекой для ардуино. И никаких проблем не было. Давайте сейчас для теста прошьем какой-нибудь тестовый скетч. Вот, например, тест графики. И посмотрим, что здесь нужно сделать. Ну, во-первых, подключить необходимые библиотеки. Также указать, какой тип дисплея используется. В данном случае используется дисплей на контроллере SSD 1306. Здесь хоть и стоит другой контроллер, но у них одинаковые команды. Поэтому проблем с подключением не должно быть. Я использую библиотеку U8G2Live. Вот все настройки, которые необходимы для подключения. Также необходимо указать пин, через который идет включение либо отключение питания 12 вольт для работы дисплея. И, в принципе, все. Этот скетч можно прошивать. Вот, кстати, в сетап мы инициализируем пин и подаем питание, то есть включаем 12 вольт. Также из-за того, что дисплей у меня расположен немножко не так, как я планировал, то изображение придется на нем перевернуть. Итак, прошьем этот скетч и посмотрим, как он будет работать. Итак, прошивка прошла. Вот заставка стартовая, которую я сам картинку закидывал. И пошел тест графики. Как вы видите, все отлично работает. Дисплей большой, яркий. Диагональ дисплея около 4 сантиметров. Довольно-таки большой и красивый хороший шилт получился. Надо будет только закрепить вот этот шлейф, чтобы он не выпирал. Что у нас здесь? Кнопка выключения и кнопка сброса. То есть можно выключить его. Можно включить. Можно сброс нажать. Вот у нас пошла перезагрузка. Прикольный шилд получился. Полноценное работающее устройство. Можно перепрошивать. При этом будет заряжаться аккумулятор, что сделает устройство полностью автономным. Тем более, что здесь можно подключить microSD флешку. Есть Wi-Fi, Bluetooth, управление кнопками. Так что можно что-то очень интересное сделать при помощи этого устройства. Платы классные. И как всегда они на высочайшем уровне. В одном из предыдущих видео я создавал шилд для Onion Omega 2. И в этом видео я его разыграю. Так что вы сможете получить одну из плат для самостоятельной сборки. Давайте перейдем к рандомайзеру. Вставляем ссылку. И ищем первого победителя. Я надеюсь, вы все правильно читали условия розыгрыша. Так, в розыгрыше ты не участвуешь. Так что ищем другого человека. Гасик ГАЗ. Хочу самодельный шилд. Да, кстати, я разыгрывал также и самодельный шилд. Гасик, к сожалению, ты не можешь выиграть, потому что у тебя скрыт список твоих подписок. А это важное условие розыгрышей. Список подписок должен быть открытый. Так что идем дальше. Алексей К. Я тебя поздравляю. Ты выиграл плату для самостоятельной сборки. Может быть, я еще добавлю какие-то компоненты. Это я уже буду смотреть по тому, что у меня есть в наличии. Напиши мне, свяжись со мной, и ты получишь плату для самостоятельной сборки. Итак, ищем следующего победителя. Михаил Карпов. Я тебя также поздравляю. Ты также выиграл плату для самостоятельной сборки. И кто у нас следующий победитель? Сунман. Я тебя не могу поздравить. Пожалуйста, друзья, будьте внимательны. По условиям розыгрыша список подписок должен быть открыт. Поэтому, парень, увы, ты пролетаешь. Сергей, неважно. Мы с тобой переписывались. Это одно из твоих сообщений. Да, и ты также выиграл. Я тебя поздравляю. Так что ты получишь плату для самостоятельной сборки. Друзья, все, кто выиграл, обязательно напишите мне в комментарии и свяжитесь. По поводу шилда, который был самодельный. Там всего лишь два человека написало. И поэтому вторым победителем будет дикий гамлет. Я тебя поздравляю. Ты получишь плату, которая была сделана самостоятельно. Все победители, обязательно отпишитесь в комментариях. Ну а те, кто хочет получить плату для сборки LED Shield'а и оценить качество изготовления печатных плат, вы также можете поучаствовать в розыгрыше и получить одну из этих плат. Поэтому обязательно в комментарии под видео напишите, что я хочу участвовать в розыгрыше. А сами условия розыгрыша вы найдете в описании под видео. Так что не пропускайте новые видео и не пропускайте возможности поучаствовать в розыгрыше и получить одну из плат для сборки и сделать себе какое-то интересное устройство. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока!